В этом году региональный дорожный фонд с учетом федеральной поддержки получил на 2 миллиарда больше, чем в прошлом. Это позволило увеличить размеры дорожных работ. Об этом рассказал директор Департамента транспорта и дорожного хозяйства области Николай Тиняков. Он отметил, что основная часть финансирования идет на региональные и муниципальные дороги и строительство Рпенского проезда. Напомним, в начале недели на объекте побывал прокурор области Владислав Малкин. Он поручил разобраться в причинах задержки строительных работ. Строить Рпенский проезд начали осенью 2020 года. Сейчас объем выполненных дорожных работ составляет около 30%. Вводить объект по муниципальному контракту планировали в апреле 2023 года. Для всех уже сейчас понятно, что этот срок нереален. Поэтому я не буду здесь говорить о причинах. Они есть и объективные, и субъективные. Эти причины есть на самом деле. Но мы рассчитываем, что срок ввода 2023 год будет обеспечен. 2023 год. Когда это произойдет? Ну, по крайней мере, мы рассчитываем, что это ноябрь месяц. Я имею в виду ввод в эксплуатацию. Не завершение строительства, потому что там есть определенная процедура еще после этого. А ввод в эксплуатацию, то есть пуск транспорта вот по этой дороге. О ДТП. В одном из рейтингов за первую половину этого года Владимирская область заняла 78 место по стране. Получается, мы вошли в своеобразный анти-топ-10 самых аварийных регионов. На 100 тысяч автомобилей приходится примерно 150 ДТП. И это при том, что по сравнению с прошлым годом в регионе количество аварий снизилось почти на 9%. Комментируя причины такой аварийности, главный транспортник региона выразился довольно туманно. Есть такое понимание, что сопутствующее дорожные условия. То есть что-то, если бы не было, может быть не произошло бы. Своей стороны мы принимаем много мер, я не скажу, что все исчерпывающее. Видимо и результат может быть другой был. Но тем не менее, применяются меры и по освещению населенных пунктов. Я имею в виду дорог в населенных пунктах. Но еще раз скажу вам, что количество смертей сокращается, но темпы сокращения нас не устраивают. О троллейбусных перспективах. Недавно область выделила городу Владимиру 120 миллионов рублей на покупку пяти новых троллейбусов для городского парка. Мэрией объявлен электронный аукцион. В марте этого года появилась информация, что Владимир мог бы получить 80 троллейбусов. Новые машины для муниципального перевозчика включили в областную заявку по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ее формировал Департамент транспорта и дорожного хозяйства для Минтранса. Пожелания региона должны были одобрить на федеральном уровне. Что с этой заявкой? К сожалению, там предварительно, пока не берусь сказать, что это будет или не будет, но предварительно пока по некоторым критериям мы не подходим. С учетом этого в Рио главы региона Александр Авдеев обратился к президенту страны с просьбой посодействовать в решении транспортных вопросов не только Владимира, но и других городов области. И о планах на ближайшие годы. Они амбициозные. Напомним, в последнее время на дорожные работы в муниципалитетах выделяют немалые средства. Позаботиться дорожники области планируют не только о городских, но и о региональных транспортных артериях. Перед регионом поставлена задача к исходу 2024 года достичь показателя до уровня 52,6% дорог регионального значения в нормативном состоянии. И иметь 85% протяженности дорог Владимирской городской агломерации тоже в нормативном состоянии. Николай Тиняков пояснил, что к Владимирской городской агломерации относятся 9 муниципальных образований с центром во Владимире.